Для пропитки и связывания дорожных слоев используется битум. По свойствам битум напоминает смолу. При нормальных условиях он находится в твердом состоянии, а при нагреве размягчается и теряет форму. Поэтому перед тем, как использовать битум в дорожных покрытиях, для начала его нужно нагреть. В это время вредные вещества вместе с парами битума попадают в окружающую среду. В отличие от битума, битумная эмульсия уже находится в жидком состоянии и не требует дополнительного нагрева, что в свою очередь уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу и уменьшает расход энергоносителей. Текучее состояние обеспечивается наличием в составе битумной эмульсии воды, но вода и битум в нормальных условиях несовместимы. Если добавить воду в горячий битум, он скипит и выплеснется из емкости. Но если битум разбить на мелкие частицы, добавить эмульгатор, который будет препятствовать слипанию частиц, а затем равномерно распределить их в водной среде, то можно получить устойчивую эмульсию, пригодную для использования при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Процесс производства битумной эмульсии мы рассмотрим на примере установки компании GlobeCore типа УВБ-1. Базовая производительность данной установки составляет 8 метров кубических час и производит любые типы битумных эмульсий для сцепления слоев дорожных покрытий, ямочного ремонта и обеспыливания грунтовых дорог. Установка УВБ-1 работает по предмету. Принципы приготовления водной фазы и последующие совмещениями ее с горячим битумом. Процесс производства эмульсии начинается с получения концентрированной смеси воды, эмульгатора, кислоты и адгезионной добавки. Эмульгатор предотвращает соединение частиц битума друг с другом. Кислота необходима для активации свойств эмульгатора. А адгезионная добавка усиливает сцепление битума с минеральными материалами, которые входят в состав дорожных покрытий. Эти компоненты смешиваются в кубовой емкости с помощью инжекционного смесителя. Затем полученный концентрат смешивается с недостающей порцией воды во втором смесителе, где окончательно формируется водная фаза. Вода подается в установку из внешней емкости, которая уже есть в вашем битумном хозяйстве. Такое решение упрощает транспортировку установки, а также делает производство эмульсий более гибким. Готовая водная фаза поступает в инжекционный смеситель и смешивается с разогретым битумом. Для дробления капель битума в водной среде смесь пропускается через гидродинамический смеситель, а последующая стабилизация битумной эмульсии производится в битумной мельнице. Мельница разработана конструкторским отделом Глоккор специально для производства битумных эмульсий. В переизготовлении ее рабочих инструментов используются высокоточные станки с числовым программным управлением, что позволило уменьшить зазор между ножами и получить медленно распадающиеся эмульсии, размер частичек битума в которых не превышает 1 микрона. Есть у мельницы скрытый резерв в виде запаса производительности. Если использовать уже готовую водную фазу, то с помощью установки УВБ-1 можно достичь до 22 метров кубических готовых эмульсий в час. При этом установка работает в полуавтоматическом режиме. Оператор вручную с помощью регулирующих кранов устанавливает необходимый расход. Дальше установка работает без участия человека. Важные параметры контролируются с помощью датчиков, а важные информационные сообщения выводятся на панели контроллера. Также конструкция установки УВБ-1 предусматривает подключение блока ввода латекса. Эта добавка впадается в роторную мельницу, где диспергируется в объеме эмульсии и в дальнейшем улучшает качество дорожных покрытий. А что по поводу использования латекса для модификации битумных эмульсий думаете вы? Оставляйте свое мнение в комментариях. Подробную информацию можно найти на нашем сайте. www.globcore.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok